Вопрос невыплаты заработной платы на заводе электроаппаратура поднимался на встрече Бендерчан с президентом недавно, в конце апреля. Тогда работники рассказали, с 2012 года задолженность предприятия перед ними превысила 3 миллиона рублей. Тогда же было заведено уголовное дело. В прокуратуру начали поступать информация, началась возникать задолженность по заработной плате. В результате проводилось целый ряд мероприятий, вносились акты реагирования, возбуждались иные производства. В итоге, по итогу, в связи с образовавшейся задолженностью, 25 июня 2012 года, в следственном управлении предприятия было возбуждено уголовное дело, по факту не выпутывая заработная плата. Бендерчанский завод электроаппаратура. Обычная схема с фирменными прокладками работала. И по факту реализация продукции производства шло, а налоги не платили, и зарплата не платилась. За последние несколько лет на заводе поменялось три конкурсных управляющих, но с сотрудниками предприятия так и не рассчитались. В итоге, в прошлом году электроаппаратура была признана банкротом. Для того, чтобы поставить на коне точку в этом вопросе, президент поручил правоохранительным структурам создать совместную группу и провести дополнительную проверку. Создать совместную группу, еще раз перепроверить все материалы, которые есть, которые были там и так далее. Рассмотреть все материалы, которые есть, принятые решения, что там еще можно, условно говоря, с тех материалов вытянуть, если что-то можно из них вытянуть, допроверив или дособрав что-то, если еще возможно. Первое направление. Принять решение уже один раз, так сказать, в этой группе и дать с точки зрения правовой оценки еще по преступлению. Помимо задолженности по зарплатам, предприятие три года не платило налоги в Единый государственный фонд соцстрахования, поэтому работникам не засчитан трудовой стаж. Прокурор республики подчеркивает, несколько уголовных дел были закрыты из-за особенностей преднестровского законодательства. Министерству юстиции и Минэкономразвитию президент поручил разработать поправки в действующее законодательство, чтобы предотвратить возникновение подобных фактов в будущем. Уже учитывая этот опыт, эту всю историю прописать, и совместное министерство юстиции, больше министерства юстиции касается, подготовить внесение изменений уже в законы, чтобы хотя бы попресечь впредь вот такие факты. Это уже, к сожалению, не будет на прошлое распространяться, а на будущее нужно эти вещи делать, особенно по задолженности по зарплатам. Поэтому давайте срок для Минэкономики и Министерства 20 дней для разработки и заказательной инициативы. Чтобы, наконец, выплатить зарплаты сотрудникам, на предприятии электроаппаратура оценивают имущество для его дальнейшей реализации. Также бендерчане обратились к главе государства по поводу благоустройства города. По каждому вопросу дано подробное разъяснение.